Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Заместитель председателя, координатор рекотделения. Сразу же вам первый вопрос. Есть на сайте kirovo.ru. Напоминаю, что у вас, слушатели, есть такая возможность задавать вопросы именно через сайт. Александр интересуется. Добрый день, Владимир. В связи с вашим избранием заместителем председателя ОЗС будете ли вы продолжать руководить отделением региональным ЛДПР? Или тут есть какие-то нюансы? Могу сказать только о своих планах. Я планирую перестать быть руководителем Кировского регионального отделения ЛДПР. Вам будет легче объявлять меня в эфир. Будет меньше должностей. Но это было бы правильно, справедливо. Поэтому в планах есть на ближайшем координационном совете сложить полномочия. Если коллеги поддержат, в том числе наши коллеги из Москвы, то в ближайшее время у ЛДПР будет новый координатор. То есть это ваше личное желание? Законом не регламентируется? Не регламентируется. Не регламентируется, но это было бы правильно и справедливо, я думаю. И к тому же есть определенные нагрузки по времени. Как минимум правильно расходовать свое рабочее время. Было бы резонно сейчас отказаться от должности координатора. Что я и сделаю в ближайшее время. Хорошо, ясно. Еще раз напомню, что вы стали третьим заместителем, третьим по счету заместителем председателя ОЗС на прошлой неделе. На пленарном съездании ОЗС принято это было решение. Сейчас вы пока еще вливаетесь, процедурные вопросы нужно решать и так далее. Кабинета пока еще своего нет. Все верно. Но будет. Пока у нас с кабинетами это Герман Гончаров и Роман Титов, два заместителя. Да, работающие уже непосредственно. Я надеюсь, что в ближайшее время. Я понимаю, что вы уже, да, и ваши коллеги комментировали эту инициативу. Но все-таки, как она возникла и что вы в нее вкладываете? Именно третий. Да мы не говорили о необходимости третьего заместителя. Мы говорили о том, что фракции в законодательном собрании должны быть представленными своими представителями, работающими освобожденно. То есть на профессиональной основе. Кто это будет там? Заместитель председателя, первый, второй, третий, руководитель комитета. Неважно. Вот сейчас есть аппарат законодательного собрания, который трудиться должен для всех депутатов законодательного собрания, которые вносят инициативы, ну, естественно, учитывая, наверное, все опыт, учитывая мнение своих избирателей и так далее. Вот сейчас аппарат законодательного собрания трудится в целом на тех людей, которые работают на штатной основе и подчиняются, понятно, кому. Ну, председателю законодательного собрания мы говорили, что подобная система не позволяет всем депутатам работать эффективно. Потому что у нас, очевидно, бывают противоречия, они уже сейчас там все видны. Мы не всегда сходимся во мнении с председателем. И для того, чтобы у нас был свой такой, как бы там, оплот сопротивления, да, чтобы мы могли вносить свои инициативы в том виде, в котором мы их обсуждаем со избирателями, в аппарате должны быть люди, которые нацелены на внесение этих инициатив нами. То есть люди, которые работают вместе с нами. Поэтому была необходимость внесения инициативы о штатной должности. Предложили заместителя. Вносила ее ваша коллега Ольга Сыкчина. Ваша коллега по практике вносила. И она тоже преподавала. На самом деле, да, там вносили несколько депутатов фракции ЛДПР. Вносили депутаты фракции ЛДПР. В том числе, да, депутат Сыкчина. Но она тоже претендовала. Прогласовали большинством за вас. Да, ее предложили. Фракция коммунистов предложила Сыкчина в качестве альтернативной кандидатуры. Да, голосование было альтернативное. Ну, раз уже упомянули про коммунистов, для коммунистов, как сказал руководитель фракции Сергей Мамаев, это было неожиданностью. Он назвал случившееся несправедливостью. Конечно, это несправедливость, с моей точки зрения. Если мы вернемся к прошлому. В 2011 году у нас было 10 мандатов. Как же у справедливой России, как у ЛДПР, всего 5. Когда начались переговоры и было подписано пакетное соглашение, им был не положен пострица спикера. Но они тогда получили, хотя Единая Россия была против. Сергей Павлович высказал свое удовольствие. Ни в коем случае не разделяю позицию о том, что депутаты любой фракции, может быть даже те, которые во фракцию бы не входили, должны работать только если у них есть какая-то штатная должность. То есть вот тот год, который прошел, год работы законодательного собрания, вот этого созыва, фракция ЛДПР работала без депутата, который бы штатно трудился в ЗАГС-собрании. Но это не помешало фракции ЛДПР вносить свои инициативы, отстаивать интересы граждан, которые в партию и к депутатам обращаются. Сейчас такая же история с представителями других партий. Если кто-то считает, что необходимо менять структуру законодательного собрания, они могут это делать. Нам сейчас будет проще, я имею в виду фракции ЛДПР, но и предыдущий год мы работали. Если посмотреть по количеству законопроектов, по количеству инициатив, которые родились в результате работы с гражданами, фракции ЛДПР на втором месте, ну очевидно, кто в большинстве. А если поделить количество инициатив на депутатов фракционных, не исключаю, что ЛДПР займет первое место. То есть нужно просто активнее работать с гражданами. Простой пример. Без разницы в каком статусе я бы вчера в любом случае был на собрании обманутых дольщиков по Мичурино-3. Ну чуть-чуть можно, да, поговорить. И, собственно, там и был вчера. То есть подождите, я правильно понял, регламент, правила еще позволяют вводить дополнительные штатные должности или нет все-таки? Довоже заместителя-председателя. Закон сейчас говорит о том, что есть три заместителя-председателя, но до предыдущей пленарки их было два. То есть если будет обоснована необходимость введения новой ставки, это сделать можно. Другое дело, что вот конкретно по заместителям-председателю в конфигурации, когда мы их увеличиваем, необходимости, скорее всего, нет. И когда мы обосновывали, опять же, необходимость принятия решения именно в том виде, то есть появление третьего зама, как сейчас говорят, мы предлагали упразднить те три ставки, которые заранее, в 27 июля мы принимали это ставки заместителя-председателя комитетов, которые совершенно с непонятным функционалом присутствуют. То есть вроде бы как есть, но ставки ради того, чтобы просто люди работали освобождены. Будет ли такая работа эффективной? Уверен, нет. Имеет ли тут место справедливое высказывание о том, что якобы это такая тенденция, идущая от федерального центра, что представители оппозиционных партий тоже должны занимать штатные должности? Мы говорили уже про 2011 год, да, вы, Владимир, упомянули, что в 2011 году все представители фракций были заместителями председателя. Да, конечно, я уже говорил, так, работа строится эффективней. Когда у вас есть рычаги, вы можете их использовать. Можете и не использовать. То есть избиратель, опять же, оценил работу всех фракций, да, голосуя в 2016 году. Сейчас рычаги были только у одной фракции, у той, которая имеет большинство в законодательном собрании у «Единой России». Говорили о неком там представителе от оппозиции. То есть мы не говорим, что сейчас появился представитель у ЛДПР. Двери открыты. Более того, это не представитель оппозиции, это представитель избирателей. То есть любой депутат может налазить сотрудничество, в том числе Сергей Павлиныч. Двери открыты, пожалуйста. Что касается федерального тренда, на прошлом заседании Государственной Думы, когда только стартовала осенняя сессия, когда депутаты вышли из каникул, господин Неверов, представитель «Единой России», обозначил, что выборы прошли. Но это не значит, что большинство, победившее на выборах, должно там узурпировать власть. И нужно полномочиями поделиться с представителями оппозиции, чтобы эти самые представители оппозиции могли реализовывать все те планы, все те обещания, данные избирателям, которые, собственно, в предвыборный период были сделаны. И не исключаю, что в том числе коллеги в Кирове этот посыл услышали. И на самом деле позиция правильная, об этом говорили представители всех парламентских партий. В сети я наткнулся на днях на одну из дискуссий, уж не помню, кто там ее затеял, но вас ли там чуть ли не в предательстве обвинили, ну вот, штатную должность теперь получили, ближе теперь будете к партии власти и так далее, будете сотрудничать и так далее. Во главе угла стоят интересы избирателей. И правильнее говорить, что от этого получат избиратели. Говорить сейчас, что они получат там и далее. По списку преждевременно. Давайте дадим поработать хотя бы год. То есть структуре, которая там образовалась, с третьим заместителем, с еще одним заместителем. И посмотрим просто, кто работал эффективно, кто нет. И была ли возможность у партии ЛДПР, появилась ли возможность работать эффективнее. То есть вот оценим работу и после этого будем принимать какие-то решения. А к вопросу о предательстве, всегда должен быть здравый смысл. Если городская дума принимает решение, что представитель оппозиции, представитель партии «Справедливая Россия» получает должность заместителя главы города, но это правильно, это безусловно правильно. Если представитель ЛДПР получает должность руководителя комитета, и, кстати, вот там не нужно тоже искать черную окошку в темной комнате, должность, по крайней мере, для представителя ЛДПР не оплачивается. И нет битвы за какие-то там ковришки. Есть действительно битва за возможность эффективно работать. Давайте эту эффективность оценим. Спустя год, может быть, больше. Особое мнение Владимира Костина. Вы слушаете вице-спикера Законодательного собрания Кировской области, координатора Река Делини ЛДПР. Мы продолжим через минуту. Особое мнение на 101FM. Продолжаем нашу беседу. Вы уже, Владимир, успели заявить, на чем сосредоточьтесь. В должности вице-спикера в нашем региональном парламенте. Прям процитирую из новости, размещенной на сайте СС. Вопрос, который требует первоочередного решения, сказали вы, это дольщики и транспортное сообщение в районах Кировской области. Ну и, конечно же, вопрос в севере ЖКХ. Давайте по порядку пойдем. Дольщики. Вы уже сказали, что встречались на кону. Проблема сейчас прирастает, как снежный ком, новыми. Действительно, очень активно в этом году. Звучит эта тема? Тема звучит активно, потому что дольщиков становится больше и больше. Там, кстати, невеселые прогнозы есть уже. Есть. Уже упомянул, что вчера присутствовал на собрании дольщиков. Чуринская, 3. По проекту должно стоять 2 дома. Срок сдачи 3 квартал 2017 года. Один стоит, по-моему, там сейчас 9 этажей из запланированных 12, второй из 14, которые почему-то стали 14, хотя по проекту было 12. Не заметили строителей. Немножко перевесерствовали. Второй отсутствует полностью. Там только-только котлован. Говорить о том, что строительство будет закончено в срок не приходится. Срок прошел уже 3 квартал. Более того, тот же самый застройщик УК Виктория не сдал еще ряд объектов на Преображенской, на Гороховском. То есть вот эти все люди в ближайшее время могут стать обманутыми дольщиками. Говорю очень осторожно. Могут стать, потому что, естественно, пока у застройщика еще есть время исправиться. Но что-то подсказывает, что застройщик этим шансом не воспользуется. Вчера было очень много людей. Люди действительно беспокоены. Но пока они не обманутые дольщики. И вот поэтому и говорю, что проблема совсем скоро будет настолько актуальной, что, дай бог, иметь ресурс ее решить. Не имеется обманутых дольщиков поистите. Срок задачи дома еще, во-первых, не подошел. А вторая возможность есть у застройщика попросить отсрочку. Еще 180 дней эти люди не будут считаться обманутыми дольщиками. Хотя вряд ли строительство будет вестись в это время. То есть, да, мы отсрачиваем вот эту историю по появлению новых людей, которых можно считать обманутыми дольщиками. Но проблема от этого не решается. А там истории людей распространенные, как мы привыкли. То есть, взята ипотека. Безусловно, взята ипотека, жилье на съемной, оплата и ипотеки, и съемной. Дети, более того, те люди уже оплатили страховку. Вот тот закон, который принимался в конце 15-го, о том, что нужно рынок обезопасить и ввести страхование обязательно объектов долевого строительства. А закон в итоге не работает, а люди страховку оплатили. То есть, ну вот, когда слышишь порой историю о том, что дольщики сами виноваты, когда там взяли какое-то вот на себя обязательство строить эти квартиры. Ну, как говорят, куда же вы смотрели. В очередной раз, да, привет от государства, в очередной раз привет от чиновников, которые что-то там не додумали, не доработали. Да, вот сейчас эти жители полностью, будучи уверенными, что ну сейчас-то, наконец, проблема дольщиков решена. Мы же страховку оплатили, подписали договоры долевого строительства и в итоге сейчас на грани того, чтобы стать обманутыми дольщиками. Вопрос, который сложный и уверен, что завтра его не решить, да, но если мы сейчас просто это пустим на самотек, то у нас будет там больше тысячи, наверное, обманутых дольщиков. Ваши дальнейшие действия именно вот по этим людям адреса, которые вы привели, упомянули? Очевидно, что там, во-первых, необходимо исправлять существующее законодательство. Первые ласточки полетели, да, на прошлом пленарном заседании ЗАГСобрания мы поправки в законодательство внесли. Но эти поправки в закон не на всех дольщиков, которые сейчас есть и которые еще появятся, отразятся. Поэтому... В понедельник с автором законопроектора Романом Титовым подробно говорили. Речь идет, напомню, о том, чтобы дома в высокой степени готовности, они достраивались уже другим подрядчикам взамен земельного участка, да? Да, безусловно. Предоставляя ЕМАМО. Либо возможности изменить планировку дома, что-то там, допустим, надстроить и так далее. То есть вы не совсем согласны с тем, что мы предложим? Я согласен, что вот эти меры помогут, но не всем. Опять же, вот что делать людям, которые покупали квартиры в доме, вместо которого сейчас есть недорытый котлован? Говорить о высокой степени готовности не приходится. Двойные продажи никуда не делись у нас. Вот по этим же адресам есть факты двойных продаж. Да, правоохранители разберутся, да, наверняка, кого надо накажут. Но не факт, что у организации, застройщика, будет что взять, чтобы вернуть этим людям в качестве компенсации. Далеко не факт. Но хорошо, человек там ответственный, получит, возможно, уголовный срок. Хорошо, фирма будет объявлена банкротом. Когда будут пытаться из нее что-то выжить, окажется, что на счетах ноль. Деньги опять ушли непонятно куда. Что делать людям? Ну, наверное, требовать с государства, да, куда пойдет нагрузка на бюджет. И вот здесь резонно слышать тех, кто говорит, ну, мы-то квартиры не покупали, почему мы должны их оплатить? Ситуация патовая, по крайней мере, сейчас. Поэтому вот те, как уже сказал, первые ласточки по изменению законодательства, они действительно первые. И менять законодательство нужно. Нужно, во-первых, уже все-таки поставить жирную точку в вопросе обманутых дольщиков. И прекратить плодить обманутых дольщиков. Потому что, подчеркну, виноваты не те люди, которые взяли вот таким образом и приобрели жилье. Виноваты те люди, которые позволили нерадивым застройщикам войти на рынок. И да, здесь есть позиция антимонопольной службы, которая говорит, если мы вдруг оградим участников рынка маленьких от участия в вопросах далевого строительства, а только доверим крупным, то мы нарушим законы конкуренции. Да, конечно. Ну а вот дать сейчас возможность этим мошенникам работать и плодить обманутых дольщиков вы ничего не нарушите. То есть нужно здесь все-таки основываться на здравом смысле. Ну, кстати, там же еще изменения в федеральном законодательстве грядут в этой сфере, что дает, собственно, тоже право, ну, надежду некую, да, на то, что ситуация изменится. Надежду, да. Но, тем не менее, сейчас нужно проблему дольщиков решить. У нас есть там порядка 300 семей, которые уже сейчас, да, испытывают эту проблему. Их будет еще больше. И что с ними делать? Пока четкого плана я лично не видел. Да, и хотелось бы совместно с профильным министерством этот план подготовить. И если уж мы через крик выделяли бюджетные деньги для того, чтобы, как тогда говорили раз и навсегда, решить проблему обманутых дольщиков, то ее сейчас-то нужно решить все-таки раз и навсегда. И не исключаю, что опять-таки за счет бюджетных средств. А по новому Сергееву как занимается, развивается ситуация? Новое Сергееву встречались, и Кирилл Игоревич встречался. Более того, люди митинговали, устраивали одиночные пикеты. Да, да, одиночные пикеты. Сочувствуем. Предложение, которое было сейчас на базе законодательного собрания создать рабочую группу и перегласить туда всех обманутых дольщиков, чтобы по каждому проблемному объекту получить четкий план. Как из состояния обманутый дольщик мы людей переведем в состояние счастливый обладатель собственной недвижимости. При всем при этом есть масса тоже злоупотреблений, и тоже нужно там упаси господь бюджет оградить от тех, кто в качестве инвестора выступал, покупал там три десятка квартир, а сейчас обманутый дольщик и требует свое хотя бы с бюджета. Ни в коем случае инвестор не должен здесь получать какие-то гарантии от государства. Инвестируешь, имеешь риски, это уже бизнес. А когда покупаешь для себя недвижимость, живешь на съемной с двумя детьми, да, и вот, извините, это уже социальная ответственность, поэтому бюджет должен защитить тех, кто пострадал и тех, кто в этой защите нуждается, а не тех, кто решил сэкономить за счет других людей. — Когда состоится уже, предположительно? — Я надеюсь, что до следующего пленарного заседания мы эту рабочую группу соберем, да, то есть было взаимное понимание того, что эта рабочая группа необходима, было принято решение о том, что мы ее создаем, пока сроков не обозначали. С коллегами консультации проведем, надеюсь, что до следующего пленарного заседания мы соберемся. — Ну давайте, в оставшиеся три минуты до рекламы все-таки еще осветим сферу ЖКХ, в которой вы свои усилия намерены прилагать, сферу транспортного сообщения, потому что у нас еще много других тем. — Да-да-да, сфера ЖКХ, ну, каратенечко. — Ну понятно, что тут близка она к дурщикам, к тем же. — Двойные платежки, которые у нас есть, как минимум, в Котельниче, на Линске и Зуевке, в этих районах, никуда не делись, проблема еще до сих пор не решена. Хотя люди, ну, мы уже об этом тоже говорили, люди получили квитанции за услугу, которую фактически не получали. Есть решение суда, что они эти платежки должны оплатить. Есть понимание, как будто бы понимание, кто виноват в этой ситуации. Местные чиновники, которые разрешили отключаться от центрального теплоснабжения. Но нет решения для людей, кто сейчас оплатит им эти платежки. Ну, наверное, там, за продукт, который в магазине не получали, вы платить не должны. Да, если там с примером про магазин все понимают, то с примером про теплоэнергию никто не понимает. Законно ли было это решение? Незаконно, люди услугу не получали. Почему они должны платить? То есть этот вопрос крайне важно решить в пользу людей, не в пользу тех, кто ресурсы поставлял или не поставлял, а в пользу людей. Что касается транспортного сообщения, проблема не только в Кирове. Вы прекрасно знаете, что идет сейчас разбирательство по факту заправки автобусов печным топливом в городе Кирове. ВТП вы имеете в виду? Да, 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 в ТП. Тема, которая звучит уже много месяцев. Да, и предприятие, которое должно приносить доход в бюджет, оно почему-то работает убыточно. Почему работает убыточно, когда еще и на солярке экономят? То есть, ну, есть ли там какой-то злой умысел и чей-то криминальный интерес? Наверное, да, правоохранительные органы ответят. Что касается районов области, многие населенные пункты лишаются последней возможности выехать даже в районный центр. Естественно, в районах перевозки убыточны, потому что, когда идет автобус и везет из пункта А в пункт Б за условные 40 километров двух людей, он не может быть прибыльным. Либо он будет безумно дорогой, людям будет выгоднее доехать на такси. Что в этой ситуации делать? Ну, что называется, выравнивать. Если есть маршруты, которые приносят доход, то они должны этот доход в в том числе отдавать тем маршрутам, которые доходы не приносят. Как правило, те предприниматели, которые осуществляют перевозки, заинтересованы получить доход и не заинтересованы, что логично, нести убытки. А это разные люди зачастую. Естественно, одному делиться с другим, ну, наверное, не резон как предпринимателю. А тема нелегальных перевозок из районов области, она вам интересна? И это все туда же. Это все туда же. Ты прекрасно знаешь ситуацию. Ты приходишь в районном центре к автовокзалу, и тут же тебя хватает, перехватывают, поехали с нами, а там уж люди, ну, как-то не привыкли спрашивать, а есть ли у тебя разрешение какое-то на работу? Нужно в районном центре приходить к автовокзалу, можно прийти к автовокзалу в областном центре. И вся та же история здесь есть. Знаки поставили, они все равно там стоят. Могут ли здесь люди стоять, так скажем, без разрешения? Скорее всего, нет. Более того, когда водитель находится в здании автовокзала, его оттуда никто не выгоняет, возникают вопросы, а он там не с согласия стоит, а не заплатил ли он за то, что он здесь стоит, да, и оплатит ли он налоги, а все ли у него с лицензией в порядке. То есть вопросов массы, конечно, нужно наводить в порядок. Так, давайте я озвучу, нас слушают, присылают вопросы. Второй месяц нет горячей воды в юго-западном районе, например, дом 54, проспект строителей. Когда прекратится безобразие. Возьмите на заметку. Да, да, обязательно. Просто сейчас мы, пока мы здесь общаемся, мы в онлайн-режиме, к сожалению, не сможем позвонить куда-то, почему нет воды? Согласен, тем не менее, образ прозвучал. 54 дом, проспект строителей. Реклама у нас сейчас будет. Владимир Костин, зампредседателем областного заксобрания и координатор рек отделения ЛДПР. Мы продолжим через минуту. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение Владимира Костина, зампредседателем областного заксобрания, координатора рек отделения ЛДПР. А, кстати, да, вы высказали, да, в начале нашей беседы намерение о том, что вы хотите сложить полномочия, будете вопрос об этом ставить, а координаты на... Ой, простите, координаты. Кандидаты на пост. Руководители рек отделения... О кандидатах пока говорить преждевременно. Естественно, мы проведем консультации с нашими коллегами и в Москве, и здесь с коллегами определимся, кто бы мог возглавить рек отделение. Пока говорить рано. Тогда другой вопрос. Кем будет заполнена ниша, образовавшаяся во фракции ЛДПР в ОЗС? Теми депутатами... Татьяна Веселова сейчас руководить будет фракцией ЛДПР в Гордуме. Виктор Бушмелев ушел по собственному желанию. Там было сказано, что в связи с переездом в другой регион. Ну, там не совсем в связи с переездом, но да, Виктор Бушмелев фракцию тоже покинул. Всего, напомню, 8 человек. Да, в соответствии с законом, все те кандидаты, которые имеют право вакантные мандаты замещать, и будут их замещать. То есть, кто следующий по списку, тот и будет. Ну, можем уже озвучить? Или партийная конференция тоже, да? Нет, об этом должен сказать избирком. То есть, ну, все согласно процедуре. Хорошо. У нас эта неделя, одна из главных тем, это появление нового главы города, безусловно, и Елена Васильевна Ковалева была у нас. Большие надежды. Большая надежда, безусловно, в нашей студии была, и мы каждого гостя, особого мнения, конечно же, спрашиваем о том, какие надежды он питает по поводу нового главы, какие оценки, какие прогнозы. Вы не исключение. Вопрос, какие надежды? Какие надежды? Большие. Большие надежды. Да, ну, мы, во-первых, тут, конечно же, с коллегами обсуждали, естественно, коллеги, которые работают в Кировской городской думе, принимали решение, поддерживать ли кандидата на должность главы города или нет. То есть, банально голосовать? Да, будут голосовать за или против. Коллеги поддержали, Елена Васильевна, как раз-таки потому, что есть большие надежды, что у нас ситуация в городе поменяется. То, что было за последние 10 лет, возьмем это же ЖКХ, отсутствие горячей воды, нечищенные зимой, а порой и летом, дворы и тротуары грязные. Ситуацию с муниципальными предприятиями, когда МУПы вместо того, чтобы приносить доход с оборотами под миллиард, либо приносят доход в виде миллиона рублей, либо работают вовсе в убыток. И только ли это в управлении МУПов дело? Наверняка не только. Естественно, надежды, что Елена Васильевна мало того, что разберется с ныне существующей ситуацией или, по крайней мере, даст возможность разобраться. Тоже АТП. Тоже АТП. Тот же транспорт городской. Ну, если сейчас еще затянуть, то те 10 миллиардов, которые там у нас в бюджете есть, 10 даже с хвостом, нам никогда не израсходовать эффективно. И всегда мы будем получать нечищенные тротуары. Все к этому в итоге привыкнут и будут очень удивляться, когда вдруг кто-то сможет таки найти деньги в бюджете, чтобы, к примеру, почистить зимой дворы. Да, ведь все же в Кирове живущие представляют, что зимой происходило, по крайней мере, последние три года. По крайней мере, прошлой зимой. Да, а позапрошлой, Владимир, если вспомнить, если в памяти покопаться, не было лучше. Просто это уже было позапрошлой зимой. Да, но надеемся, что вот эта ситуация изменится. Потому что, повторюсь, деньги в бюджете городском есть. И когда кировские чиновники единственной причиной, почему у нас так плохо говорили, нет денег, надо просто посравнивать. Ну и на ту же погоду ссылаются. Мы не ожидали, что будет так снежно. Да, бывает такое, бывает такое. Ну, это же все отговорки, все же прекрасно понимают. Но когда там тот же Симаков, который за благоустройство и транспорт отвечал, вместо того, чтобы получить по шапке за допущенные промахи, уходит на повышение замом главы администрации. Это правильно? Нет, это неправильно. И я надеюсь, что те, кто сейчас пришел в Кировскую городскую думу, во-первых, дадут правильную оценку происходившему. Ну и для того, чтобы происходящее жители Кирова устраивало, во-первых, кадровое решение произведут именно такие, которых жители города Кирова ждут. То есть назначат профессионалов, которые способны отвечать, во-первых, вызовам погодным, бюджетным, еще каким-то. А во-вторых, строго будут спрашивать, потому что без контроля даже профессионалы порой могут зазеваться и допустить кучу промахов. На это и рассчитываем. Одно из сделанных Еленой Васильевной заявлений касается того, что она хотела бы и будет добиваться того, чтобы Гордума работала как единое целое, и депутаты забыли о своей партийной принадлежности. В первую очередь, люди, народ, избиратели, наказы. Абсолютно принимаются. И когда мы с вами говорили про законодательное собрание, про должности для оппозиции, вообще вопрос откуда возник. Об этом, конечно же, никто не скажет, но когда представители нашей фракции вносят какие бы то ни было законопроекты, они либо стопорятся на стадии внесения и принятия, хотя все формальные процедуры соблюдаются, либо отклоняются. И потом с какими-то поправками, как коллеги говорят, мы поправок внесли 90%, но не всегда, более того, часто. Это соответствует действительности. С небольшими поправками этот же закон на следующем пленарном заседании принимается. Да ради бога, не жалко, мы готовы делиться инициативами, но просто когда так жестко отсекаются все те предложения, которые вносятся просто здравые депутаты, не говоря о партийной принадлежности, мы сами вынуждены говорить, кто предложение выносил, кто голосовал против и кто сейчас поддерживает. То есть это нелогично. Надеюсь, в Гордоме этот вопрос в принципе не возникнет и депутаты действительно будут ориентированы на интересы избирателей. Все ходили, встречались с избирателями, получили наказы. Эти наказы нужно сейчас реализовать. Жители города не ждут политической какой-то борьбы. Жители города ждут реальных решений. Если будут почищены дворы, без разницы, кто их почистил, как представители какой партии, если у нас будет налажен вопрос контроля, вопрос организации, городского хозяйства, не будем мы вспоминать о том, кто эти люди, которые там это все сделали. Мы им просто скажем спасибо. Ну и не за горами момент, когда у Кирова будет новый глава администрации. Ходят слухи, что вопрос уже решен. Вы слышали это? Я слышал фамилию человека, который мог бы возглавить администрацию. Озвучите? Она Шульгин, конечно. Она уже год звучит. Много кто озвучивал. Почти что год, да. Илья Вячеславович, опять же, в тандеме с Еленой Васильевной Ковалевой, мне кажется, могли бы работать весьма эффективно. По крайней мере, я на это надеюсь. Если говорить о том, поддерживаем мы эту кандидатуру или нет, да, мы поддерживаем по одной простой причине. Сейчас можно сколь угодно долго говорить, часто звучат варяг, не варяг, искать какой-то бэкграунд, историю, где справлялся, не справлялся. Надо дать возможность человеку поработать. Здесь никакой политики. Здесь абсолютно моменты, которые связаны с хозяйством. Ну и пусть по хозяйски два человека, глава города, глава администрации зададут тренд. А дальше уже чиновники администрации и депутаты этот тренд должны подхватить. Если все это будет сделано, то уверен, Киров с 10-миллиардным бюджетом может эффективно развиваться. Насколько вы считаете, город администрация должна быть почищена после всего принятия этих решений? И глава города будет, и глава администрации? Ревизия кадров, безусловно, должна быть проведена. Я назвал сегодня Симакова. Я уверен, что там есть много людей, тот же Кошурников, который там сейчас вопросы ЖКХ курирует. Начальник управления ЖКХ городского. Да, наверняка должен рассказать, почему те или иные решения принимались, почему у нас там управляющая компания Ленинского района работает вот так, а не как-то иначе. Что с поверкой счетчиков? Вот если на все эти вопросы человек ответить, наверное, расскажет о планах работы организации, почему она убыточная, может ли она быть безубыточной, что для этого нужно сделать и так далее, тогда, наверное, человека стоит оставить на своем месте и дать ему возможность работать дальше. Может быть, ему не позволяло неправильное руководство им. Неправильно им руководили, неправильные задачи ставили. А человек профессионал, знает, как сделать хорошо. Почему нет? Но если вдруг человек не сможет ответить на эти вопросы, более того, вскроются факты, свидетельствующие, что человек делал, может быть, умышленно что-то, что препятствовало организации работать эффективно или неумышленно. Но оставлять такого человека, наверное, бессмысленно. Так, и еще, чье существование вы ставите под вопрос в городской администрации? Я примера сейчас привел, вот фамилии, которые явно ответственны за происходящее. Наверное, стоит спросить с управления благоустройства и транспорта, с человека, который отвечал за благоустройство в отделе благоустройства, за транспорт в отделе транспорта. Семаков нынешний. Семаков нынешний. Семаков, да. То есть вот со всех этих людей, наверное, нужно спросить. Не, наверное, я уверен, что вопросы депутаты городской думы должны задать. Получат ли они ответы, которые их устроят? Вопрос второй. Будут ли приняты кадровые решения после этого? Вопрос третий. Потому что Семаков, который предыдущий... Вот такая ситуация сложилась у нас просто... Покатав по непроезжим тротуарам коляску, по сути, никакого наказания не понес за то, что в сфере его ведения порядок не наведен. Но это неправильно. И если мы сейчас оставим этих же людей, отдав им второй шанс, где гарантия, что они справятся? Где гарантия, что они опять не скажут, что мы плохо работаем, потому что у нас нет денег? Если у вас нет денег, вы тогда не заступайте на эту должность. То есть вот четко, мне кажется, депутаты должны сейчас при принятии решений, если они будут влиять на эти кадровые решения, задать вопрос. А вы считаете, что в бюджете Кировской области денег достаточно для того, чтобы изменить ситуацию, к примеру, с очисткой дворов к лучшему? Если человек говорит, нет, не считаю, что там достаточно, он должен либо сказать, где эти деньги взять, либо просто не заступать на свою должность. Вот тогда мы, наверное, получим положительный вопрос. Ясно. Пара минут у нас, Владимир, остается. По минуте, наверное, так распределим. Хочется услышать вашу позицию. Обозначьте, пожалуйста, во-первых, по поводу новой команды областного правительства. Во-вторых, по бюджету Кировской области общественное слушание состоится завтра. Вот так кратенько. По первому и по второму. Уже сказал на примере Гордумы, я считаю, что необходимо людям дать поработать. Очевидно, что губернатор заявлял план в ходе избирательной кампании, план развития региона. Так, Гордума или углоправительство? Сейчас мы про областное правительство говорим. Да-да-да, я на примере Гордумы. Надо дать людям поработать. Здесь такая же история. Надо дать людям поработать. Но через год люди должны отчитаться, что вот в рамках той программы, которая была намечена, удалось сделать то-то-то-то-то. Не удалось сделать то-то-то-то-то. Ответить на входящую повестку. То есть жители, наверное, свою оценку дадут. Что у нас в здравоохранении? Есть ли перемены к лучшему? Что у нас с дорожной отраслью? Есть ли перемены к лучшему? И после этого судить о том, как люди работали. И, может быть, принять кадровые решения. Но сейчас говорить, что условный Иванов или Петров не справятся, преждевременно. Губернатор был избран, но он формирует свою команду. Если не дать ему сейчас команду сформировать, то смысл потом с него спрашивать. Ну, очевидно, человеку работать проще с теми, кого он знает, в ком он уверен. Хорошо, не румим с горяча, ждем результатов работы. Что касается бюджета, общественное слушание, правильно, завтра. Есть вопросы по бюджету? Ну, традиционно, ЛДПР. Да без вопросов туда же. Более того, вопросы эти я надеюсь, удастся задать еще до завтрашних слушаний и получить на них ответы. Бюджет имеет профицит. Вот, опять же, сейчас то, что я видел, бюджет профицитный. Это удивляет. Это либо изменение взаимоотношений с федеральным центром, либо мы почему-то в следующем году начнем, а, меньше тратить, б, больше зарабатывать. Вот выберите свой вариант. В противном случае профицита нам не получить. Заинтриговали. Заинтриговали. Будем слушать. Общественное слушание. Да, будем слушать, задавать вопросы. Конечно. Спасибо большое, Владимир Костин, зампредседателем законодательного собрания Кировской области, координатор регионального отделения ЛДПР. Особое мнение на этом завершается. Всего доброго. Да, спасибо вам. До свидания. Особое мнение на 101FM